Здравствуйте, ребята! Книжный мир открывает новые страницы. Лев Николаевич Толстой. Человек был непростой, известный писатель, великий мыслитель, родоначальник, благотворитель. Знатного рода, графских кровей, школу открыл для крестьянских детей. Он просвещал народные массы, сказки писал, романы, рассказы. Литературные произведения Льва Толстого хранят полезные и мудрые советы, учат понимать окружающий мир и взаимоотношения между людьми. Будущий писатель родился в богатой дворянской семье. У него было три старших брата и младшая сестра. Мальчика родные называли Ласково, Левушка. Первый литературный опыт Льва Толстого случился, когда мальчику было девять лет. Совместно с братьями был придуман рукописный журнал «Детские забавы». Мальчики сами писали описательные рассказы о птицах, сопровождали их рисунками. Маленький Лев Толстой записывал свои впечатления. Одно из его сочинений начинается со слов «Какое великое зрелище!» представляет Кремль. Эти строки написаны под впечатлением от первого в жизни посещения Москвы. В те времена стены Кремля были белокаменными. Первые шаги в большую литературу Лев Толстой совершает в возрасте 24 лет. В журнале «Современник» было опубликовано первое произведение «Повесть детства», в которой описывается год из жизни десятилетнего мальчика Николеньки. Юный писатель поделился с читателями собственными детскими впечатлениями, радостями и переживаниями. Лев Толстой имел хорошее образование, знал иностранные языки, немецкий, английский, французский. В своем родовом имении «Ясная поляна» писатель открывает школу для крестьянских детей. Обучение в школе было добровольным и бесплатным. В школе детей учили писать, читать, считать, петь, рисовать. Уроки на дом не задавали. Если ученик опаздывал на занятия или вовсе не приходил, его никто не наказывал. В те времена книг для детей было мало. Лев Толстой решил написать азбуку. В этой книге он собрал лучшие сказки, басни, пословицы, рассказы, былины и поговорки. Писатель писал для детей ясно, просто, занимательно и нравственно. Произведения получились короткие, но поучительные. Они заставляют детей сочувствовать и переживать, радоваться и огорчаться. Азбука рассчитана на самостоятельное чтение. Крупный шрифт, яркие иллюстрации, интервалы между строками позволяют начинающим читателям без помощи взрослых научиться читать. Дети – маленькие и внимательные слушатели, которые черпают мудрость из книг. Из рассказов они узнают о любви, доброте, смелости, справедливости, находчивости, честности. Дорогие ребята, уважайте старших, любите трудиться, делайте добрые дела. Наша встреча подошла к концу. Спасибо за внимание. Прощайте. До свидания. Продолжение следует...